Вот что нам время покажет по поводу Беларуси, хочу еще у вас расспросить, потому что сейчас угроза нападения со стороны этой страны растет. Последние дни мы наблюдаем обстрелы регулярные Волынской области, которая граничит с Беларусью непосредственно. Готовится ли что-то, как вы считаете, или в каком масштабе это готовится? Пойдет ли Лукашенко со своей армией в Украину, или же это так и закончится на этапе провокации каких-то и учений, которые постоянно переносятся на украинско-белорусской границе? Я думаю, что Лукашенко, как искусственный, я бы сказал, и хитрый политик, я думаю, что он очень внимательно посмотрел фильм «Блеф». С участием, так сказать, соответственно, очень интересный американский фильм. Я думаю, что как раз он использует методы Челентана, не говоря о интернеквине. Так что я думаю, что он как раз использует геополитические блефовые элементы, трюки. И только он старается показывать, что он является главным и верным союзником Путина. Я думаю, что Лукашенко не намерен, так сказать, воевать с Украиной, потому что белорусская армия не является той мощной, я бы сказал, военной силой, которая может, так сказать, сломить сопротивление украинских вооруженных сил. Тем более той армии, которая уже научилась воевать, например, с российскими оккупантами. Это в Беларуси очень хорошо понимают, и это понимает, прежде всего, Лукашенко. Как только белорусские вооруженные силы вторгнутся на территорию Украины, то сразу же, так сказать, режим Лукашенко рухнет, как картонный дом, карточный дом. Так что я думаю, что Лукашенко, как хитрый и изворотливый политик, понимает, что он не должен, так сказать, засовывать свой нос, куда ему не следует. И это он хорошо, так сказать, понимает те итоги, которые могут ему стоить очень дорого. То есть он сейчас хорошо блефует, это факт. И я не думаю, что Лукашенко пойдет войной с Украиной. Пока же Беларусь, она играет довольно-таки пассивную роль в этой войне, но при этом она является плацдармом для обстрелов наших городов. Там постоянно белорусский каюн сообщает, что взлетают бомбардировщики, которые стреляют по мирным жителям Украины. И разное мнение сейчас есть. Стоит ли отвечать по этим плацдармам, ударять ли по территории Беларуси. И дадут ли нам, в конце концов, эти ракеты, которые на 300 километров с Хаймарсал, смогут попадать туда непосредственно. Как вы считаете, можно ли решить вот эту дилемму, бить по территории Беларуси или нет? Да, можно решить, потому что можно влиять политическими, дипломатическими средствами уже на сам режим Лукашенко. Со стороны Киева и со стороны западных партнеров. Я думаю, что те удары, которые наносится со стороны Беларуси, они являются более-менее минимальным, как говорится. Я думаю, что в скором времени это и скоро прекратится. Потому что уже фактически, я думаю, что один нажим и один, так сказать, я бы сказал, активная работа именно с представителями режима Лукашенко даст свои результаты. Потому что сейчас он хорошо, Лукашенко хорошо маневрирует. Как только он получит соответствующие, я бы сказал, такие дипломатические нажимы со стороны Запада и со стороны Украины, то я думаю, что Лукашенко прекратит даже предоставлять свою территорию вооруженным силам Украины. Так что в этом контексте, я думаю, что вот поворот, например, так было в 1100 году по отношению режима Хорти, когда вот диктатор Хорти уже, так сказать, принял решение выйти из войны и уже не стать, так сказать, главным союзником немецкой Германии и начать переговоры с союзниками, я думаю, что как раз этот сценарий может, так сказать, повториться по отношению Лукашенко. Я думаю, что этот сценарий более-менее реалистичный в этом контексте. Я думаю, что в скором времени уже эти атаки и эти, так сказать, налеты со стороны Белоруссии уже в скором времени прекратятся. Каковы планы Путина на Белоруссии? Вот вы говорите, что Лукашенко может отказаться предоставлять оружие или территории свои, а Лукашенко уберет Путин условно, посадит какого-то другого человека и снова будет иметь нового вассала, нового друга, скажем так. Что хочет Путин от Белоруссии? Ну вот, например, это тоже сценарий, что и в 2014 году в Венгрии, да, вместо Хорти был назначен Салаш, да, и потом, как говорится, уже была оккупация в Венгрии. Я думаю, что если Путин пойдет на оккупацию Белоруссии, самой Белоруссии, это уже будет, я бы сказал, большой крах, такой же крах, как та же операция стоила и даже Гитлеру, да. Так что я думаю, что судьба Гитлера по отношению Путина может, так сказать, тоже, так сказать, иметь свои конкретные, я бы сказал, развитие, конкретные результаты. Так что я думаю, что это мое личное мнение, что уже, так сказать, Путин остается только оккупировать Белоруссию и уже, так сказать, в этом контексте использовать плацдан Белоруссии против Украины. А это уже абсолютно другая керцедистская игра, которую, так сказать, Кремль может очень сильно проиграть.